Привет, это магазин Горные Вершины, меня зовут Евгений. Сегодня мы будем рассматривать опрос, как подготовить горные лыжи к зимнему сезону. Для того, чтобы подготовить наши лыжи к сезону, нам нужно учитывать два важных момента. Чтобы конты были заточены и скользящая поверхность была полностью подготовлена. Хорошо заточенные конты дают нам уверенность в хорошем контроле лыжи на склоне. Конты заточить можно несколькими способами. Это либо ручная, либо машинная заточка. В чем преимущество машины заточки? Во-первых, это более тонкая обработка, которую невозможно добиться при ручной обработке. Во-вторых, правильный угол конта выдерживается по всей длине лыжи. Но сейчас мы остановимся на более доступном способе заточка своими руками. Для того, чтобы нам самостоятельно заточить конты, нам потребуется конторез. Существует несколько видов конторезов, но конкретно сегодня мы будем точить нашим сервисным уголком. Перед началом работы важно понять, под какой угол заточить наш кант. Существует несколько видов углов заточки. Начиная от 85 градусов до 90 градусов. Какой же все-таки угол выбрать? Сейчас стандартно угол заточки с завода 89 градусов, реже 90. Мы рекомендуем точить 88-89 градусов, потому что этот угол подходит практически всем горнолыжникам. Профессионал заточить угол 85-86 градусов, более острый, но на этом остановиться не будем. Мы заострим внимание в отдельном видео. В процессе заточки конта мы прикладываем конторез к скользящей поверхности и аккуратненько, без особых нажимов, ведем по конту. Как понять, что наш кант готов? Для этого существует нехитрый способ. Можно с помощью маркера. Мы можем закрасить внешнюю сторону конта, и при обработке конторезом мы будем видеть, когда наш кант будет заточен. В процессе заточки конта образуются заусенцы, которые необходимо убрать. Для этого используются специальные напильники. Мы сделаем пару проходок на шлейф-станке для более тонкой обработки и как раз снимем тонкий слой скользяка. Важный момент. Если у вас недостаточный опыт в шлифовании лыжи, необходимо использовать специальную проставку для того, чтобы добиться равномерного давления по всей длине лыжи. После того, как мы заточили конты, нам нужно проплавить лыжу парафином. Лыжи необходимо запарафинить, для того, чтобы грязь в скользяку не прилипала и был улучшен водоотвод. Для этого мы используем, опять же, либо ручную, либо машинную подготовку. Ручная это у нас обработка утюгом. Некоторые даже пытаются это бытовым феном сделать. Но также у нас есть обработка на лакс-машине. Но заострим свое внимание на обработке лыжи утюгом. Самое главное при обработке нанесения парафина утюгом не передержать утюг на поверхности, чтобы ваш скользяк не перегрелся. Также необходимо правильно подобрать температурный режим парафина для нанесения. На упаковке производитель указывает температуру плавления воска, а также температуру эксплуатации. Как вы можете понять, феном для волос немножко некомфортно регулировать данную температуру. После нанесения парафина на скользяк нам нужно убрать излишки парафина. Для этого мы используем скребок. На вакс-машине это делается все автоматически. После того, как мы убрали излишки парафина, нам нужно произвести финальную обработку. А финальную обработку можно произвести как ручным способом щеткой, либо роторной щеткой. Основная задача это у нас убрать излишки парафина и заполировать поверхность. Пожалуй, это основные моменты для подготовки лыж к сезону. На самом деле есть много разных нюансов, которые не уместить в наше короткое видео. А если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии, либо обратиться к нам в магазин. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. С вами был магазин «Горные вершины», меня зовут Евгений. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok